На тот момент я исполнял обязанности руководителя предприятия, был начальником КПУРА. И КПУРА проводила работы по благоустройству непосредственно участки Сечеславской набережной в районе ресторана Рио. Это, если мне не изменяет память, было 5 июля 2016 года. То есть я как раз с контрольной проверкой проведения работ заехал к Рио, посмотреть, что там делают мои хлопцы, будем говорить так. Задача стояла достаточно простая. Нужно было убрать, отфрезеровать те асфальтовые заезды, которые были сделаны незаконно непосредственно на пешеходную зону. И сузить пешеходную зону для того, чтобы по ней не было возможности проезжать автомобилями. То есть пока проходили работы по фрезерованию асфальтовых заездов, проблем вообще никаких не было. Когда же непосредственно работники УРА начали демонтировать бордюрный камень для сужения пешеходной зоны, опять же вот со стороны ресторана Рио на большой скорости, как я уже рассказывал неоднократно, подъехал черный внедорожник. Из него вышел Завид Геннадьевич Краснов, его бодигарды, крепкие ребята по 2 метра ростом. Еще какой-то был человек, но я его не запомнил. Общались мы непосредственно с Завидом Геннадьевичем, и он в грубой, матерной форме потребовал, чтобы работы были немедленно прекращены. Я уже дословно не помню. На какие представления? Да. Ну, представление называлось. Он же депутат, а работы планов были? Мне не объясняли, на каком основании я должен прекратить работу. Это было фактически нападение не физическое, но, скажем, это было крайне неприятно. Большие, крепкие ребята. На заднем плане еще какая-то группа парней подошла со стороны Рио. То есть это было такое жесткое психологическое давление, которое сопровождалось, скажем, нецензурной бранью. Ну, естественно, для предотвращения каких-либо инцидентов, потому что ребята-дорожники тоже такие горячие, непростые, хлопцы еще сломать в руках. Ну, кому это нужно? Естественно, я отдал команду прекратить работу и доложил высшестоящему руководству о инциденте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!